Дорогие друзья, добрый день. Меня слышно хорошо? Да. Во-первых, я хочу сказать, что я очень долго смеялся. Смотрел, когда Игорь Гроссу 9 раз засчитывал мою фамилию. Хорошо. Когда Игорь Гроссу 9 раз засчитывал мою фамилию, мне, во-первых, было приятно, но смешно. Во-вторых, все было бы ничего, и если бы не то, что произошло, то из-за чего все произошло. Дорогие друзья, к большому сожалению, я вынужден признать несколько факторов. Почему произошло сегодня то, что произошло. Майя Григорьевна Гитлер согласна выдержать было три фактора. Первое. Это желание людей, жителей Бельц жить лучше и жить хорошо при помощи партии Шор, так как они понимают, что только партия Шор реально не болтает и делает. Майя Григорьевна не смогла сдержать свою эмоцию, когда я заявил об ее импичменте. Так как Майя Григорьевна четко знает, что в ее фракции далеко не все согласны с ее позицией, далеко не все согласны с тем, что происходит в стране, далеко не все люди, избиравшиеся по спискам ПАС, избирались для того, чтобы привести страну к такой катастрофе, которую мы имеем сегодня. Второй причиной того, что произошло, это было мое требование о начале процедуры импичмента. Ну и третий момент, один из самых важных, то, что Майя Григорьевна Гитлер стала бояться сопротивления того, которое мы сегодня можем ей оказать и обязательно окажем. Второй момент. Это причины. Теперь, кто сегодня произошел, ну, друзья, всем понятно, здоровым людям это смешно, потому что, знаете, миллиард уже даже не смешная тема. После того, что я вышел с заявлениями в мае прошлого года, в этого года, в марте, в апреле и предложил, и даже попросил Майю Григорьевну Гитлер собрать высший совет безопасности, чтобы обсудить вопросы, предложения акционеров о выкупе кредитов, что повлечет со собой возврат средств в бюджет. И Майя Григорьевна даже пальцами пошевелилась, чтобы это сделать, она доказала всем, что тема миллиарда для нее важна лишь для пиара. Ничего конкретного она делать не собирается. Майя Григорьевна Гитлер, я вам заявляю следующее. Вы всем уже доказали то, что ваш тезис о миллиарде это профанация, дешевая сказка и пустословие. Ведь если вам было хоть на йоту интересно этот тезис, вы как минимум бы отправили своих прихвостей поговорить с моими адвокатами, которые бы сделали официальное предложение государству. Но вам все равно, вы эту тему оставляете, потому что вы этой темой пытаетесь прикрывать людям глаза вашему неспособностью работать и решать проблему людей. Ну и третье. Майя Григорьевна Гитлер, я понимаю, что у вас сегодня полная Европа, Молдовия. У вас цены на газ, которые просто сводят всех с ума. У вас счета, которые сегодня пришли людям, просто заставляют людей укатываться на грань выживания. Цены на продукты питания, на все остальное растут-ка в космос, и скоро будет космос. Лей скоро будет девальвировать до ненормальной степени. Жизнь людей ухудшилась в разы. И сегодня вы пытаетесь прикрыть это шоу дешевым политическим шоу. Повторюсь, дешевым. Все это прекрасно понимают. Не считайте людей идиотами. Интересно, что когда счетная палата говорит о том, что вы ввели народу 7 тысяч просроченных вакцин, вы как Гитлер уничтожаете свой же народ. Разными просто методами. Кого-то ценами давите, кого-то давите. У кого-то просроченными вакцинами. Скоро газовая камера начнет устроить. Кишинево, у меня ощущения. И вы пытаетесь все это прикрыть дешевым политическим шоу, вместо того, чтобы решать проблемы. Вы знаете, смешно сегодня было, когда Марина Таубер выступила с предложением законопроекта по компенсации народу. Тарифа за газ одновременно Игорь Гроссу предложил 9 раз подряд снять иммунитет. Но надо быть полными идиотами, чтобы такое вытворять. Ладно. Мы, заявляю следующее. Мы, как партия Шор, это так не оставим. Майя Григорьевна, я вас предупреждал, что гнев народа растет. Не делайте так, чтобы он переполнил чашу и уже остановиться было невозможно. Не подвергайте страну и людей опасности повторения 2009 года. Но не надо этого. Никому. Я очень не хочу и никогда не хотел и никогда не буду хотеть, чтобы люди защищали свои права на улице. Но вы, по-моему, уже никому не оставляете выхода. Вы загнали всех жителей Молдовы, как пчелу в угол. А пчела может начать кусаться. Поэтому, Майя Григорьевна, я вам настоятельно рекомендую. Пересмотрите незамедлительно то, что происходит сегодня в стране. Я понимаю, что вам глубоко все равно. Я понимаю, что ваша сегодняшняя цель достигнута. Вы катаетесь. Вы в Севе получили должность президента и управляющего страной. Потому что вы все равно уедете жить в другую страну. И мы даже знаем, куда. И что вы будете работать на другой должности. И вся эта политика вам назнает лишь для заметки в Севе. Но вы просто скоро уничтожите эту страну и людей, которые в ней живут. У меня, знаете, ощущение, что когда вы смотрите бюджет страны, вам чем меньше людей останется в ней жить, тем лучше. Меньше денег потратить. Но людям это может уничтожить. И люди уже на грани выживания. Мы обязательно отреагируем жестко на сегодняшние дешевые политические шоу и призываем незамедлительно сесть и решать проблемы людей. Спасибо вам большое. Продолжение следует... Она говорит судьям указания по телевизору. Будет так. Сделайте так. Решайте так. То есть, еще раз говорю, сегодня Молдова, ситуация в стране превращается в нацистскую Германию. Есть фашисты, которые давят и душат народ. Ценами, тарифами. Я же говорю, скоро мы дойдем до газовых камней. Поэтому, да, однозначно, конечно, Сережа Литвиненко, будущий арестант Молдавской сезоны мертв 13, дал указание генеральному прокурору, своему уставленнику, пойти и снять с меня иммунитет. Но ничего страшного. Времена меняются. Я думаю, в Молдове все это увидели. Но скоро будем смотреть другие церкви. Я вам скажу так. В Молдове уже давно пора было выяснить, что есть такая поговорка. Смеется тот, кто смеется последний. Поэтому давайте подождем. Ура! Девчонки. Девчонки.